Уже даже не с каждым месяцем, уже даже не с каждой недели, уже с каждым днём у нас всё больше и больше отбирают наших прав, то есть мы всё больше и больше из людей превращаемся в животных, и этот процесс ускоряется. Я думаю, дальше будет только плачевно. Вот теперь систему обязательных QR-кодов решили ввести на транспорт. Я сейчас говорю не только о городе Казань, недавно стало известно, что городской общественный транспорт там не будут пускать, ну, по крайней мере, ходили такие разговоры, не хотят пускать людей без QR-кода, видимо, будут ходить пешком РЖД, не остались в стороне и тоже решили в этом поучаствовать в охотников. На изгоев, у которых этих самых QR-кодов нет, вот буквально зачитаю, в соответствии с планируемым решением правительства России об обязательной проверке перевозчикам QR-кода пассажира о вакцинации на все устройства. контролирующие электронные билеты необходимо установить специальное программное обеспечение, а проводникам выдать инструкции. И вот тут я завис, когда это прочитал, потому что я могу еще понять ситуацию с пригородными поездами. Но как это будет работать на поездах дальнего следования? Например, у нас Россия огромная, мы все прекрасно понимаем, если на пригородных поездах, где-то там в условной Московской области, на станциях, на вокзалах можно установить вот эти контролирующие устройства, то где-нибудь в Сибири, на каком-нибудь полустанке Пупкинское, о том, что наступил 21 век, до сих пор никто не знает, да он и не заточен, этот полустанок под 21 век, он не оборудован никаким образом. И в этом случае, я так понимаю, проверкой QR-кодов у пассажиров будут заниматься проводники, в связи с чем у меня вопрос, а если у человека QR-кода не оказалось, что будут делать? Его будут высаживать с поезда, где? Вот он едет из Москвы, условно, во Владивосток, где его высадят? Просто где-нибудь посреди тундры, а если он не один, а если он с семьей, как они будут из этой тундры потом выбираться? Потому что я здорово сомневаюсь, что среди елок волки и лисы поставят ему там эту прививку, да даже для того, чтобы поставить прививку, там, насколько я понимаю, два компонента с интервалом в две недели, то есть минимум в две недели им придётся прожить в этой тундре, умереть там от холода, голода и так далее. Вот это что вообще такое? И я спрашиваю, что это вообще такое? Как можно так относиться к людям? Но сказать всё-таки хотел не об этом. Мы часто сокрушаемся. Ах, это власти, ребят, да дело-то в том, что это не власти. Ведь исполнением этих бесчеловечных законов кто занимается? Неужели Путин? Неужели Медведев лично? Неужели там какой-нибудь Мишустин или даже Володин, да, председатель государственной думы, Материенко? Да даже Милонов бестолковый или Мизулина? Нет. Этим занимаются простые исполнители, такие же, как мы с вами, обычные граждане. В обычной жизни это наши друзья, это наши соседи, это люди, с которыми вы вчера встречались на родительском собрании в школе, потому что ваши дети учатся вместе. Вот кто занимается исполнением, реализацией вот этих античеловечных законов, вот кто помогает распространять мерзость по всей России. Мы ещё раз скажем, мы коричневую чуму когда-то победили. Да ладно, серьёзно? Это реальная журналистика, рубрика «Коротко о главном сегодня». Поехали! Приведу простой пример, когда случилась вся эта история с введением QR-кодов, когда их начали требовать после 30 октября, где-то вот в один из дней я решил съездить с семьёй в торговый центр, просто даже посмотреть, как это работает. Заодно мы хотели купить продуктов. Вы знаете, что на территории торговых центров огромное количество каких-то гипермаркетов, это чисто маркетинговый ход, так будет правильно, так человек пошёл покупать что-то, заодно зашёл за продуктами, это нормально. Вот мы приехали в один из таких торгово-развлекательных центров, причём он один из самых популярных в городе Екатеринбурге. Почему? Потому что это не просто магазин, это ещё и действительно целая индустрия развлечений. Там парки аттракционов, там кинотеатры, там какие-то детские развлекательные площадки и бла-бла-бла. То есть, туда люди едут целыми семьями. Более того, и он расположен так, что он практически на выезде из города, и туда едут не только екатеринбуржцы, но и много-много людей едут из области. То есть, люди прям посвящают целый день целыми семьями, едут из области, чтобы отдохнуть, развеяться. И из других регионов, в частности, Тюменская область очень часто приезжает. Ну, потому что у них есть деньги, а негде их потратить. Да, сейчас новогодние праздники начинаются и так далее. Ну, да, приехали. Первое, что меня, конечно же... Ну, не могу сказать, что удивило, но несколько так высадил. Это абсолютно пустая стоянка. В это время обычно, в воскресенье вечера, в этом торгово-развлекательном комплексе было не протолкнуться. Для того, чтобы припарковаться, нужно было ждать какое-то время. Тут, значит, абсолютно всё пусто. Я сразу сказал, что у нас, скорее всего, не пустят. Так и получилось, потому что на входе стояли два вот таких вот мордоворота, которые реально 9 из 10 посетителей они просто заворачивали. Тут надо сделать небольшое лирическое отступление до того, как по соцсетям летала таргетированная реклама. Имеется в виду по путинским соцсетям. Контакт, Одноклассники. Летала таргетированная реклама. Требуются охранники. Оплата. 3,5 тысячи рублей. Смена. Мужчины 35+. Нужен был конкурс. Нужен был ажиотаж, по всей видимости. И на этой конкурсной основе нужно было выбрать самых таких тупых и непробиваемых, которых где-то, видимо, поднатаскали на какой-то летучке, на каком-то тренинге, объяснили, что надо бы всем и вся отказывать, не вступать ни с кем в дискуссии, потому что передо мной стояли просто какие-то биороботы. Они не понимали никаких доводов. Простой пример. Он там стоял, у него лежал на столе распечатанный указ губернатора, почему вот таким вот шрифтом, чуть не 16-м. Он сказал, вот тут написано, не пускать без QR-кода. На что я подошел? Я говорю, да, вот тут написано. Читай следующий пункт. За исключением магазинов, продающих продукты питания, товары первой необходимости. Тот же указ. Это твой указ, не я его с собой принес. Тут он завис, начал с кем-то пытаться связаться по рации. Видимо, не связался, и он просто придумал вариант ответа. Он сказал, ну твой это пункт дальше, мой ближе. То есть, условно, твой пятый, мой четвертый, поэтому мой главнее по старшинству, поэтому будем опираться на мой пункт, все отвали, не мешай. Я понял, что ему бесполезно что-то объяснять. Еще там какие-то у нас дебаты продолжились, но очень быстро закончились. Я понял, что ему бесполезно говорить, что сейчас он не пускает покупателей в магазин. Завтра у владельца торгового центра не будет денег от арендаторов, им нечем будет рассчитаться за аренду, соответственно, у владельца торгового центра не будет денег, чтобы выплатить ему зарплату. Я понял, что я ему этого не объясню. Вот я все равно немножечко понаблюдал и понял, что он не только меня не пускает, он не пускает и людей с QR-кодами, которых они есть. Просто некоторые люди приезжали, они не брали с собой паспорта, вот там выше сказал, что человек едет откуда-нибудь из другого города, а то из другого региона. Ну зачем брать с собой паспорт, ты его можешь потерять, я сам так делаю, когда еду куда-то в командировку или на отдых. Я не таскаю с собой паспорт, я кладу его в сейф, фотографирую на телефон, в случае чего показываю фотографию. Видимо, люди сделали так же, а многие именно так и сделали, просто сфотографировали паспорт на телефон, но не пускали и их в том числе. То есть стояло вот это вот мурлой, он нет. Порой! План по валу! План по плану! Проходи! А в какой-то момент я просто понял, что вы знаете, дело даже не в том тренинге, который он прошел. Дело в том, что он удовольствие получал. От того, что он вот здесь стоял, он ощущал себя хозяином жизни. Ему дали власть, какую-то вот такую маленькую власть, кого пускать, кого не пускать, он стоит, он кайфует. Он кайфует от того, что он здесь самое главное. Самое главное, я буду решать, кого пустить, кого не пустить. Поэтому, ребят, ну чего мы удивляемся? Еще раз говорю, этим занимаются ни Путин, ни Медведев, ни депутаты, единороссы. Этим занимаются ваши соседи. Или другой пример. Он меня не меньше позабавил. У нас же народ смекалистый, не даром, да, Задорнов говорил. Реально, народ смекалистый, он начинает что-то придумать. До чего додумались мои земляки? По крайней мере, в Екатеринбурге, не знаю, как в других городах. А дело в том, что детям-то ведь не нужен никакой QR-код. Их пускали без QR-кодов. До чего додумались люди? Они приезжали, оставались на стоянке родителей, отправляли ребятам детей за покупками. Дети ходили, делали покупки, поскольку, повторюсь, с них QR-код не требовали. Потом выходили, загружались, уезжали. Всем хорошо. Ну, вот, всё в рамках закона. То есть, формально никто ничего не нарушил. У торгового центра жопа прикрыто, да. У чиновников жопа прикрыто. Никто ничего не нарушает. Но нашлась какая-то, простите, падла, которая, значит, об этом и настучала. Буквально там на следующий день об этом начали тарахтеть все пропагандисты региона. Что вот, смотрите, до чего додумались. И буквально там ещё на следующий день вышло дополнение к этому указу губернатора, согласно которому, значит, детей в торговые центры можно пускать только в сопровождении родителей. Зачем? Ну, зачем вы гадите-то? И причём, опять же, кто это делает? А вот эта вот история с ресторанами. Ну, все вы помните, первыми четыре лапы опубликовали, да, вот данное, значит, объявление, что, ребят, QR-коды QR-кодами, да, но мы не представители власти, мы не имеем права этого требовать. И вот, значит, в моём родном, опять же, Екатеринбурге нашлись какие-то рестораторы, которым идея понравилась, и они, в общем, поступили примерно так же. Разослали своим постоянным гостям всё вот это вот дело, что, ребят, работаем в обычном режиме, я могу их понять, они хотят спасти свой бизнес, это их бизнес, они не хотят его терять просто, потому что где-то наверху кто-то решил выслужиться. И опять что началось? Опять пропагандисты вот эти, давай козли, чмырить, значит, этих рестораторов, шум подняли такой, включая в соцсетях, да, наврали там стрекороба, причём никто не проверял эту информацию. Я единственный, там один из немногих, кто это сделал, я просто взял и позвонил в один из этих ресторанов. И знаете, что выяснилось? Выяснилось буквально следующее, что да, они действительно пускают без QR-кодов, но ребята там подошли продуманно, опять же, они сделали формально всё по закону. Они же закупили где-то централизованно вот эти вот ПЦР-тесты. Я не знаю, где их, где-то, видимо, за границей, наняли человека с медицинским образованием. И вот, значит, прямым текстом сказали, послушайте. У нас также в ресторане можно прямо на месте сделать ПЦР-тест, в котором вы сможете зайти к нам в ресторан. То есть, в любом случае, мы вас пустим. А дорого ПЦР-тест у вас стоит? Бесплатно, бесплатно для наших гостей. Слушайте, дальше начался вообще какой-то дурдом. После того, как я это опубликовал, кто-то это там перерепостил и так далее, новый шквал пакости со стороны пропагандистов впалился, значит, на этих рестораторах. Ах, они такие-сякие, они вот так решили закон обходить. Слушайте, они никакой закон не обходят. В законе прописано, что либо у тебя справка о вакцинации, либо, да, справка о том, что ты сдал ПЦР-тест, что у тебя результат отрицательный, ты ничем не болеешь, пожалуйста. Ты полноправный член общества. И они это делают у себя в ресторане, делают бесплатно. Не как медицинские центры, там, за 2, за 3, за 4, за 5, за 6 тысяч абсолютно бесплатно для своих гостей, если ты к ним пришел, пожалуйста, вперед с песней. По идее, нормальные СМИ должны были показать опыт, продемонстрировать, там, на всю страну сказать, вот, ребят, вот, смотрите, какие молодцы, до чего додумались. Флаг в руки ветер, в горбатушке, ну, давайте сделаем все так же. Люди и бизнес свой защитили, вот и здоровье своих гостей побеспокоились на это в нормальной стране, если бы у нас были нормальные СМИ. Но мы-то говорим о мерзавцах пропагандистов, которые только нализывать режимы умеют. И вот этих людей я, правда, не понимаю, вот этих, вот, я их даже своими коллегами не хочу называть по одной простой причине, что я могу понять Киселька, Соловья, Скобееву, которые врут, но делают это за большие деньги. И я не понимаю вот этих мерзавцев, особенно из местных, вот этих недосМИ пропагандистов, которые работают за зарплату там в 15-20 тысяч рублей. Да, и вот это, вот такие пакости делают. Ради чего? Я просто хочу понять, ради чего? Ради чего? Ну и в завершение этого вообще из личного, да, оно и на мне точно так же сказалось, в отрицательную сторону вся эта бесчеловечная система с QR-кодами. Дело в том, что 28 октября умер мой товарищ, мой коллега, с которым мы отработали 6 лет, журналист Рома Амельник. Вот из-за этого сколько отношений к людям мы сейчас и человека по-людски похоронить не можем. То есть, огромное количество людей, которые знали этого парня, мы не можем прийти на похороны, мы не можем проститься, мы не можем отдать дань памяти, дань уважения. Ёлки зелёные. Войну людей хоронили по-нормальному, по-человечески. А тут пришла путинская стабильность, мы их как собак должны закапывать. И опять, кто это делает? Кто вот исполняет эти бесчеловечные скурки и законы? Опять ведь это делают не Путин и не депутаты Госдумы. Это делают мерзавцы-клерки за копеечную зарплату, которые живут, работают, которых потом кинут в конечном итоге. А я много раз говорил, забудьте вы. Да, моя хата с краю, я ничего не с краю, я не знаю. Твоя хата не с краю, твоя хата на очереди. Просто дойдёт и до тебя очередь. Когда тебя точно так же, с тобой точно так же, как со скотиной будут обращаться. Всё, спасибо, что вы слушали коротко о главном. Реальная журналистика переваривайте. Пока-пока.